Украинцев предупредили о новой схеме мошенников, как разводят людей. Озвучено Яндекс Спичкайт. Украинцев предупредили об очередном приеме мошенников по разводу людей на деньги, злоумышленники нажимают на такие чувства, как сострадание и желание оказать помощь, тем более детям. Так аферисты взяли в свой арсенал новую байку о ребенке в беде и ходят по квартирам, собирая помощь на лечение. Об этом передает издание Нузрум. О мошеннической схеме рассказала жительница Харькова, которая столкнулась с подобным сбором, не поленилась проверить байку и убедилась в ее неправдивости. По словам женщины на днях в подъезде ее дома стала ходить неизвестная, которая звонила в квартиры и объясняла, что собирает деньги якобы на лечение 13-летнего мальчика. Она обзванивала все квартиры и очень быстро рассказывала историю. «Якобы буквально вчера двое товарищей сбросили ребенка с крыши соседней пятиэтажки ради забавы, и теперь ему необходимо лечение, поскольку никого кроме бабушки у парня нет», — говорит. Харьковчанка. Когда соседи стали сбрасываться и передавать женщине деньги, та брала сумму и что-то записывала в листочек. После этого девушка решила проверить информацию, которую озвучивала неизвестная. И выяснилось, что по названному ей адресу проживает совершенно здоровый ребенок. Также оказалось, что ни в скорой, ни в полиции подобных инцидентов не фиксировали. Отметим, что аферисты активно пользуются тем, что чаще всего сердце неравнодушных быстрее. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Откликается, если фигурантом становится ребенок. Но на самом деле разнообразие баек и легенд, которые используют мошенники с целью надавить на жалость людей велико. Поэтому будьте бдительны и по возможности проверяйте информацию. Ранее сообщалось, что под Черкасами мошенник придумал схему, которая ему позволяла почти год заправляться за чужие бонусы на одной из АЗС. Также мы писали, что в Украине мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok